Доброе утро уважаемые трейдеры! Приветствую всех зрителей на сегодняшнем брифинге. В рамках нашего обзора мы проанализируем события предыдущего торгового дня по основным валютным инструментам и нефтемарке Brent. Также обозначим торговые идеи на сегодняшнюю сессию. И начинаем обзор с анализа динамики российской валюты против американского конкурента. Рубль сохранил восходящую динамику трех предыдущих сессий, подорожав по итогам понедельника на 50 копеек до отметки 64,08. Поддержку рублю по-прежнему оказывает подорожавшая нефть, налоговый период в России, наблюдаются умеренные продажи валютной выручки, а корпоративный сектор полномерно готовится к погашению ежемесячных внешних займов. Снижение рисков выхода Великобритании из состава Европейского Союза на грядущем референдуме также положительно влияет на динамику рисковых активов, в том числе и на рубль. Вчера вышла статистика за май в России по безработице, по доходу и розничным продажам. Так, безработица в России в мае составила 5,6%, при прогнозе до 5,8% и апрельском значении в 5,9%. При этом, по сравнению с маем предыдущего года, число безработных увеличилось на 0,3%. Реальный доход в мае упал на 5,7% по отношению к майскому показателю 2015 года, при прогнозе снижения на 4,3 годовых. В то же время, показатель покупательской способности снизился лишь на 1% по отношению к майскому прошлогоднему, хотя ожидалось снижение на 1,9%. В то же время, розничные продажи выросли на 0,8% в предыдущем месяце по отношению к апрелю, при этом ожидался рост на 2%, и по отношению к маю 2015 года, розничные продажи снизились на 6,1%. Тем временем, рубль сохраняет шансы на обновление максимума этого года до отметки 63 уже на этой неделе, однако помешать этому может сегодняшнее заседание Комитета постоянных представителей государств, входящих в Европейский Союз. Еще на прошлой неделе председатель Европейского совета Дональд Туск пообещал, что Европа продлит санкции против России, как она это уже сделала, продлив санкции против Крыма, вероятно, еще на 1 год. В связи с этим, даже если подобный сценарий рассматривался участниками рынка и частично уже учтен в ценах, ожидаем от рубля ослабления позиций в условиях тонкого рынка на сегодняшних торгах к уровню 64.80. Также мы не ждем восходящей динамики сегодня и от нефтяного актива марки Brent, который в настоящий момент консолидируется в районе 50 долларов 35 центов за баррель. Вчера Brent подорожал на 2,23% благодаря снижению рисков по Brexit, ослаблению доллара на рынке и перебоям в поставках в Нигерии, где продолжаются террористические атаки на нефтяные объекты страны, а местный профсоюз рабочих в скором времени грозится устроить забастовку из-за неудовлетворительных условий труда. Однако данные проблемы имеют краткосрочный характер по сравнению с аппетитами Ирана, продолжающего наращивать добычу нефти. Помимо поставок в Японию, которые ежедневно составляют 200 тысяч баррелей, Тегеран стремится нарастить поставки в Европу после снятия санкций, где возросшая конкуренция неблаготворно влияет на стоимость контрактов нефти марки Urals. Тем временем марка Brent торгуется в узком диапазоне сегодня, и к настоящему моменту данный диапазон составляет лишь 23 цента, актуальная котировка 50 долларов в 30 центов. Рост волатильности ожидаем ближе к вечеру, когда перед закрытием в 23.30 будут опубликованы данные по изменению запасов США за предыдущую неделю от института API. Вчера доллар возобновил снижение против японской иены, несмотря на рост на открытии. В течение дня пара потеряла 79 пунктов, постепенно приближаясь к поддержке 103.20. При этом пара по-прежнему находится под давлением медведей, которые намерены продолжать продажи американского доллара против иены на попытках роста, которые мы видим на сегодняшних торгах. Вчера мы так и не дождались тестирования сопротивления 105.50, но наши торговые идеи остаются прежними. Продавать пару на росте, однако если не удастся пробить поддержку 103.20, то можно сыграть и на краткосрочном восходящем движении курса от уровня 103.50. Британская валюта оказалась сверхволатильной на прошедших торгах. Дневной рост пары составил 331 пункт, благодаря чему фунт завершил сессию на уровне 1.4686. Рост британца связан с изменившимся соотношением сторон в пользу сохранения членства Великобритании в Евросоюзе, согласно последнему опросу. Тем не менее, разворот цены также не исключен, если последующие опросы общественного мнения укажут на превалирование желающих Брексита. Компания YoGov подтвердила намерение провести опрос уже в день референдума, спрашивая мнения проголосовавших. Несмотря на то, что данная статистика, которую впоследствии опубликует Sky News после закрытия избирательных участков, будет неофициальной, определенные выводы можно будет сделать уже тогда для принятия торговых решений по инструментам с британским фунтом. В настоящий момент оснований для разворота курса как таковых нет, но ситуация может поменяться в любой момент, поэтому надо быть предельно осторожными. В том числе, разворот цены может случиться после выступления главы Федрезерва Джанет Елен, если ее комментариям будет присущ ястребийный тон. Актуальная котировка по паре 1.4698, а сегодняшняя идея – это тестирование сопротивления 1.4750, на отскоке от которого можно сыграть на понижение курса фунт-доллар при наличии фундаментальных обоснований. Вчера канадская валюта сохранила рост против доллара, подорожав на 15 пунктов. На графике наблюдаем замедление нисходящей тенденции, тем не менее пробитие вчерашней поддержки 1.2820 усилило давление на курс USDCAD. Следующим уровнем тестирования значится отметка 1.2770, которая, скорее всего, будет пробита из-за роста волатильности уже сегодня. Если трейдеры не услышат поддержки со стороны Федрезерва США, то пару ждет более глубокое снижение к уровню 1.2650, на отскоке от которого можно возобновлять покупки. Европейская валюта растеряла преимущества на прошедших торгах, добытые в начале азиатской сессии, в том числе за счет 52-пунктового гэпа. В оставшиеся часы евро дешевел против доллара, к концу торгов, приблизившись к 13 фигуре, минимум был зафиксирован на отметке 1.1301 и пара завершила день на уровне 1.1310. Доллар продолжает пребывать под давлением, помимо ситуации с Brexit, из-за комментариев главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда в пятницу переметнувшегося стан голубей. Сегодня участники рынка ожидают выступления Джанет Йеллен в 17 часов по Москве с полугодовым отчетом в Сенате, от которой ждут комментариев по срокам повышения процентной ставки в США. При этом, если Британия останется в Евросоюзе, а данные по занятости в США, которые будут опубликованы в следующем месяце, 8 июля, выйдут лучшие ожидания, то шансы на скорое повышение ставки значительно возрастут, что в свою очередь приведет к укреплению доллара на рынке. В настоящий момент пара консолидируется в районе 1.1330, восходящее движение может возобновиться уже в ближайшие часы, если данные от Института ЗЕУ по индексу настроений в деловой среде и по индексу экономических настроений в Германии, которые будут опубликованы в 12 часов по Москве, выйдут лучше прогнозов. При этом волна продаж также может возобновиться по мере достижения пары уровня сопротивления 1.1410, в связи с этим приоритетнее сегодня выглядят продажи пары на отскоки от сопротивления. Помимо этих новостей, сегодня нас ждет пресс-конференция Марио Драгина на заседании ЕЦБ в 16 часов по Москве, которая также может добавить волатильности на рынок, как я уже сказал ранее, выступление Джанет Йеллен перед Сенатом в 17 часов. Помимо этого, в 21.30 выступит член комитета по открытому рынку ФРС Джером Пауэлл, тон комментариев которого может повлиять на динамику пары с долларом до конца сегодняшней сессии. Ну а в 23.30 нас ждет отчет от Института API по изменению запасов нефти в США за предыдущую неделю. Ну а сегодня, на сегодня это все. Я вас благодарю за внимание. Всем желаю сегодня прибыльной торговой сессии и до завтра.